Всем огромный привет, с вами Аркадий Романович и это самая полная видеоинструкция по тому, как я и наши трейдеры торгуют паттерны разворота. Запишем аббревиатуру паттернов, чтобы не было проблем с их определением. Итак, слабое дно, слабая вершина, разворотное дно, разворотная вершина, сложно слабое дно, сложно слабая вершина и двойное дно, двойная вершина. Как только у нас появился паттерн, опять же таки он строится по определенным правилам и в настройках можно эти правила немножко модифицировать, например, под свой таймфрейм, под свой актив, под свои параметры с точки зрения формы этого сигнала, потому что есть идеальные сигналы, есть сигналы, которые формируются из достаточно большого количества свеч и может есть смысл отсеять это количество и смотреть только на небольшие паттерны. Все это доступно в настройках, но сейчас наша задача с вами разобрать конкретные правила, потому что точка кульминации слабой вершины, например, вот здесь, вот после закрытия этого бара слабая вершина завершена. У разворотного дна точка кульминации вот здесь, после того, как закрылся вот этот бар. Это очень важный момент. Следовательно, как только мы видим, что паттерн завершен, мы сразу входим, то есть вход, давайте запишем, это очень важно, тип входа в сделку, да, тип входа в сделку. Тип входа в сделку, потому что может быть и лимитный ордер, но в этих ситуациях, когда мы видим слабую вершину, сложную слабую вершину, двойную вершину и двойное дно, вход в сделку сразу, то есть вход в сделку по рынку. Вход в сделку по рынку. Теперь, где мы ставим стоп-лоссы и тейк-профиты? То, что сейчас вы наблюдаете, это самые последние дополнения изменения, которые мы внесли в правила торговли по этим паттернам. И самые новые правила по стоп-лоссу выглядят следующим образом. Мы стоп-лоссы ставим, то есть стоп-лоссы равно по максимальной глубине, сейчас немножко замудрю, максимальной глубине свободного пространства треугольника. Еще раз, по максимальной глубине свободного пространства треугольника. Ну, на самом деле, если не так заморачиваться словесно, то мы берем инструмент любой, который может нам показать вертикальную линию. То есть, видите, вот это незаполненное пространство, максимальное отсюда до сюда. Вот здесь. Берем и ставим на абсолютный максимум паттерна, который находится здесь. Если мы берем сейчас пример евро-доллара, то максимум абсолютный 1.11530. И вот у нас здесь стоп-лосс плюс спред. И вот сюда. Это наш стоп. То есть, с момента входа 1.11450. Стоп-лосс 1.11680 плюс-минус. Теперь, что касается тейк-профитов. Давайте запишем. Тейк-профиты мы ставим по Fibonacci. Тейк-профиты равно Fibonacci. Это один из самых сильных инструментов для определения разумных тейков. Я его использую уже в течение 7-8 лет и не перестаю удивляться, насколько он стабилен. Итак, тейк-профиты мы используем зону Fibonacci. И зону Fibonacci мы растягиваем по максимальным и минимальным значениям треугольника. То есть, мы опираемся на то, что уже нарисовано на графике, при этом не выражая свое собственное мнение. Мы видим максимум абсолютного треугольника. Да, мы видим минимум. Мы берем Fibonacci зоны. Low, High. И мы видим две области для тейк-профитов. Тейк-профит 1 в районе 1.1111. Да. Посмотрите, какая у нас цифра получилась. И мы видим тейк-профит 2. Когда мы торгуем против потока, против движения, то ставить тейк-профит 2 далеко не всегда целесообразно. Поэтому самые вероятные и самые разумные цели в этой ситуации в районе 1.1111 с копейками. То есть, вот это первая зона Fibonacci. И что мы получаем с вами? Это наш потенциальный риск. И это наш потенциальный профит. Мы не можем сказать, что у нас здесь соотношение чудовищное. Там 1 к 3, 1 к 5. Но мы торгуем контр потока против движения. Также мы можем поступить следующим образом в этой ситуации. Когда рынок доходит до первой зоны, мы берем наш стоп. Ставим его в безубыток. И ждем основной зоны. Тем самым либо мы получим большой профит, который будет 1, 2, 3. В 3 раза больше, чем наш стоп. Либо мы уйдем по нулям. То есть, это уже менеджмент позиции. И он зависит, в первую очередь, от состояния рынка. Давайте я запишу. Это важнейший момент. Состояние рынка. Если же мы торгуем с трендом, то всегда цели широкие. Когда с трендом, тейк-профиты всегда широкие. Когда против тренда, нужно быть гораздо более внимательными. Теперь давайте посмотрим на ситуации, когда паттерны не отработались. Давайте найдем какой-нибудь пример. Давайте на золото посмотрим. Есть ли у нас примеры. Кстати, вот здесь. Давайте разберем золото. Посмотрите сюда по золоту. У нас есть двойная вершина. Квалифицированная ключевый уровень. Двойная вершина. Вход по этому паттерну здесь, после того, как он сформировался. Это 12.26 с копейками. Мы торгуем против тренда. И вот здесь одно важное правило. Когда мы торгуем этот паттерн против тренда, то первая зона, важная зона, когда мы должны ужесточить наши стоп-лоссы. Потому что стоп-лоссы в этой ситуации мы берем максимальную глубину фигуры, берем на хай абсолютный, ставим сюда. То есть это стоп по умолчанию. Как только цена достигает вот этого лоу, торгуя против тренда, мы берем стоп и ужесточаем к предыдущим экстримам. Почему? Потому что примерно в 40-50% случаев, торгуя против тренда по этому паттерну, цена будет видеть его до первой зоны, может чуть ниже, и затем тренд будет продолжаться. Когда мы торгуем в направлении тренда, допустим, у нас есть импульсная коррекция и здесь паттерн, то цели расширены и уходят гораздо ниже. Еще раз возвращаясь вот к этому понятию состояния рынка. Если мы не учитываем состояние рынка, то мы любую технику, любой сигнал превращаем в убыточный. И теперь, что у нас получается? Если рынок доходит до этой зоны, после того, как мы открыли позицию здесь, до предыдущей структуры, мы перевели стоп и берем также минимум, максимум фигуры. То есть я обращаю ваше внимание, что абсолютно объективный подход. То есть мы уходим от такого понятия, что ну можно этот хай взять, а можно этот хай взять, а можно этот лоу взять, а можно здесь взять. То есть мы исключительно опираемся на то, что делается по одному и тому же алгоритму. То есть программа не рисует как-то иначе паттерны, кроме как тех, согласно тем критериям, которые заложены в его алгоритме. Это очень-очень важный момент. То есть мы можем быть в этом постоянны, постоянно в тейк-профитах, постоянно в стоп-лоссах, потому что мы не можем как-то иначе интерпретировать вот это свободное пространство. Максимально незаполненное пространство, вот оно здесь. Неважно, если это чуть больше, чуть меньше, это не так критично на самом деле. То же самое касается тейк-профитов. Давайте посмотрим вот на этот пример, когда паттерн не отработан. И одна из самых лучших ситуаций, когда нужно не пытаться входить на разворот, а искать сигнал к продолжению тренда. Так вот сигналом к продолжению тренда будет нарушение экстремальной границы паттерна «слабая вершина». Посмотрите, что происходило до этого. Контекст, состояние рынка имеет принципиальное значение. У нас была импульсная волна, коррекция – импульсная волна. Мы пробили предыдущий хай, посмотрите, цена находится на поддержке, но сигнал на сел. Что мы изберем в этой ситуации? Какое решение правильное в этой ситуации? Это не говорит о том, что это будет обязательно профитный трейд. Абсолютно нет. Но чаще рынок будет стремиться с трендом и будет нарушать паттерн, если кондиции рынка, контекст рынка не позволяет торговать эти паттерны прибыльно. Потому что когда мы торгуем разворотные паттерны, мы предполагаем, что слева есть предыдущий уровень, зона S сопротивления, либо поддержки, если это сигнал на покупку, тогда они имеют самую высокую вероятность отработки, являются одними из самых лучших. Так вот, мы ждем пробоя экстремальной границы. Вот сигнал на этом баре. Мы пробили экстремальную границу треугольника, и здесь не может быть каких-то консенсусов. Либо мы пробили максимум треугольника телом одной из следующих свеч, либо нет. Вот она сигнальная свеча. Мы пробили, закрылись ниже, вход, точнее выше, вход сразу. Теперь, где наши стоп-лоссы? Все то же самое. Мы берем максимальную глубину. После того, как мы вошли, наши стоп-лоссы мы откладываем от входа в рынок ту же глубину, плюс спред, чуть пониже здесь. Тейки. Мы берем максимум фигуры, минимум фигуры, и устанавливаем по фибзону. Выход из позиции. Давайте запишем, потому что мы вначале писали, что вход в позицию по рынку. Выход из позиции. Какой может быть? Выход из позиции. Основной, статичный выход из позиции. Это фибзоны. Выход из позиции. Первое. Это фибоначчо-зоны. Второй выход из позиции. Это ротация бара. Как только мы видим изменение цвета свечи в противоположную сторону, мы выходим. Как мы можем торговать паттерны разворота? Резюме. Первое. Когда у нас есть уровень. Первое. С уровнем. Сейчас я объясню еще раз. С уровнем и без. Как это может выглядеть? У нас есть уровень сопротивления. К примеру, мы его пробили, и затем рынок предлагает нам паттерн. Предлагает продать здесь. Можем ли мы продать в этом контексте, в этом состоянии рынка? Абсолютно нет. И мы ждем чего? Мы ждем, когда этот паттерн будет нарушен. Может ли он быть отработан? Легко. Но еще раз. Состояние рынка, контекст имеют первостепенное значение. Второй вариант. Мы видим уровень. Пусть это будет поддержка. Рынок подошел. Не смог пробить уровень. Сформировал паттерн. Мы нажимаем кнопку Buy. Это была вся концепция торговли по автоматизированным разворотным паттернам. Если для вас видео было полезным, интересным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вы хотите подключиться к системе Cluster Trader и торговать с нами в режиме реального времени, ссылка будет под этим видео. Все. Всего доброго и до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok